Здравствуйте, уважаемая Марика Галужановна! Мы очень рады встрече с вами. Вы являетесь одной из самых успешных женщин в городе Костанове. И сегодня, в рамках празднования Международного Женского Дня 8 марта, мы бы хотели, чтобы вы поделились с нами своим опытом, рассказали, какова цена вашего успеха, как нужно ставить цели и воплощать их в жизнь. Новую программу прям 30-летнюю, так как когда-то наше государство объявляло 30 лет независимости наших государств. Ну вот дай Бог, чтобы мы к такому печальному финалу все не пришли. Дорогие мои соотечественники, наверное, говорить об успехах каждого человека, это можно по-разному. И у каждого есть свои какие-то грани, какой-то свой опыт, какие-то есть удачные моменты или нет. Я просто хочу сказать, что моя дорога в бизнес началась с 93-го года. Это время развала огромной империи, которую называла Советский Союз. Это время растерянности, потерянности всех. Время рождения нового государства по имени Казахстана. И вот в этот момент тяжелый, трудный, непонятный никому, женщины, спасая свои семьи, пытались разными способами как-то обеспечить материальную независимость своим семьям. И я в том числе. Мне, к счастью, не пришлось таскать клетчатые полосатые сумки на рынках, не стоять на 20-30 градусных морозах на рынках этим женщинам, которые прошли через этот ужас. Я считаю, что нужно при жизни памятник поставить. Потому что мы, женщины, в трудное время, в трудный час, а в отличие от наших сильных мужчин, мы спасали не только свои семьи, но мы спасали страну. И если тогда в 90-е годы наше государство смогло выстоять и удержаться, то благодаря нам с вами, женщинам. Никому другому я не сказала бы такие слова огромной благодарности, как нам, женщинам. Не себе и другим. Потому что мы и сегодня эту ношу и тяжелую, и неблагодарную иногда, и радостную одновременно тянем по сей день. И, наверное, моя деятельность, моя работа не является исключением каким-то. Все ведь началось с того, что поставили три швейные машинки. Подобралась компания друзей. Мы рискнули, мы попробовали. И на фоне вот абсолютного экономического безумия, я по-другому сказать не могу, мы сумели найти эту нишу. Привезли ткани, привезли сырье, привезли, бог знает откуда, тот знаменитый дублерин, за которым все швейники охотились. Я лично сама за рулем проехав две с лишним тысячи километров, привезла его из Башкирии. И вот о пути этом рассказывать долго и, наверное, зрителям это не интересно. Но важно, как складывается команда, как набирается опыт, как обучается молодежь. И сегодня, по истечении почти 30 лет я могу сказать, что то, чего я хотела, я смогла достигнуть. Я научила девчонок вчерашних ПТУшниц, вчерашних школьниц, умению шить, вышивать, краить. И на сегодняшний день в городе Кустанай, в Кустанайской области и за пределами Казахстана, огромное количество моих, можно сказать, учеников. Будучи швейным предприятием, мы оказались одновременно еще и почти учебным заведением. Мы обучали людей с нуля, помогали им встать на ноги. И это все девчата, это все женщины, которые сегодня успешны в своем бизнесе. Кто-то уехал в Россию, кто-то уехал в Германию. И они все с благодарностью вспоминают времена, когда мы вместе работали. Сегодня, наверное, самое главное, что нужно сказать, будет для нашей молодежи. Девочки, не бойтесь. Во все времена было трудно. Никого не слушайте. Если вы чувствуете, что у вас что-то получится, если у вас внутри вот тут вот есть огонь желания, надо идти упорно, последовательно, не оглядываясь по сторонам. Вы будете ошибаться, у вас будут неудачи, вас будет отбрасывать в стороны. Отдохните, переживите это и снова начните. Никогда не бывает гладкой дорога, никогда не бывает дорога к успеху, смазанной, знаете, таким сладким маслицем. Так не бывает. Но когда у вас что-то получится, вы каждым шагом вот отобили, сделали, вы радуетесь, у вас получилось. И когда вы поставленную цель свою достигли, вы почувствовали большое удовлетворение, сказали, да, я смогла, я сделала это. Это большое чувство самоуважения, это большое чувство удовлетворения своей работой. Пусть она маленькая работа, пусть ее немного будет, пусть это не будут дворцы, пусть это не будут миллионные, многомиллионные заказы. Но это та работа, от которой люди вам благодарны и говорят вам спасибо, потому что вашими золотыми ручками удается сделать то, чего не смогла сделать природа. Мы ведь делаем людей красивыми, мы их делаем нарядными, мы их делаем молодыми, мы их делаем любящими себя. Вот эта задача, которую я ставила в свое время для своего предприятия и сама для себя, я считаю, что я ее достигла. Думаю, что у нас получилось. Мы 30 лет работаем. И за это время мы, наверное, одели огромное количество людей. Мы сделали немало театральных занавесей. Мы сделали костюм артистов, которые радуют сегодня всех зрителей на сценах. И, наверное, мы еще сможем порадовать людей еще не один год. Мне много лет. У меня нет наследников, мне некому прийти на это место. Вот приходите, девчата, приходите, расскажу, покажу, подскажу. Я буду очень рада, если у тех, кто желает заниматься бизнесом швейным, у кого есть вот эта искра Божья, помочь всегда готова. Спасибо вам огромное за этот интересный рассказ. Действительно, женщине сегодня необходимо суметь состояться в любом качестве. И для этого, конечно же, нам нужна наша женская мудрость, наше женское терпение, усилие и великое трудолюбие. Спасибо вам огромное. Пожалуйста. Приближается праздник 8 марта. Особый женский день. Обычно, я искренне, честно хочу сказать, я очень не люблю 8 марта. Я его не понимаю. Я не понимаю, что такое любить и вспоминать о нас цветами один раз в году. Мне бы хотелось, чтобы и государство наше, и уважаемые мужчины, и наши мужья, и наши дети помнили о нас. Не только раз в году улыбаясь и садясь на кухню, чтобы приготовить для нас что-то вкусненькое, да? А чтобы делали это как можно чаще. Потому что мы будем чувствовать праздник в жизни только тогда, когда нас будут больше любить. Потому что ту любовь, которую женщины, мы отдаем нашим детям, нашей семье, очень трудно восполнить чем-то. Мы от вас, дорогие мужчины, просим только. И дети мои дорогие, любите нас, уважайте нас, цените нас. Потому что руками наших женщин, руками нас сегодня существует мир на земле. Я вас всех поздравляю с наступающим пока еще праздником. Я очень хочу, чтобы удачи были в вашей жизни. Чтобы слезы матерей сегодня, Украины и России не обращали нашу с вами жизнь. Пусть никогда война не постучится в двери нашего дома. Пусть будет мир в нашем доме. Спасибо всем. Малька Канжановна, от лица городских библиотек мы поздравляем вас с наступающим международным женским днем 8 марта. И желаем вам дальнейших достижений в вашем бизнесе и исполнения всех ваших желаний. Спасибо, желаний очень много. Очень нахально хочется эти желания, чтобы они осуществились как можно быстрее. Но, к сожалению, жизнь такова, что она тебя настраивает на то, что сегодня получается, а завтра нет. Вот, кстати, вот речь, когда идет о тех девочках, которые идут в бизнес, и мальчики тоже молодые люди, всегда надо помнить, что никогда не получается все сразу. Терпение набраться этому, подождать этого. Я иногда себя ловлю на том, что вот выражение есть же, говорит, переспать с этим надо. Иногда вот умные мысли потом приходят, когда вот это все это пройдет, устаканится, и наутро ты начинаешь понимать, что вот ты это сделал правильно, а вот это неправильно. Это внутренний голос, который называется интуиция. Он помогает нам, женщинам, выдержать. И очень часто именно женщины и в бизнесе, и не в бизнесе, не зная многих экономических, математических формул, не зная многих правил бизнеса, они душой и сердцем знают, как нужно этот бизнес вести. Иногда задаешь вопрос им, они говорят, не знаю, у меня вот так вот получается. Вот пусть вот эта интуиция остается с нами на всю жизнь. Вот теперь спасибо. Спасибо вам. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!